Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики! Доброго вам всем утра! Потому что сейчас у нас раннее утро, и я пришла снять агроплёнку, агроволокно, потому что будем сегодня выбирать руколу на рынок. Вот так оно, такое состояние, очень хорошее, качественное товар. И нет ни одного вредителя здесь, и поэтому я держу её ещё под агроплёночкой, хотя погода позволяет уже снять это агроволокно. Но вот именно из-за вредителя, чтобы они не прилетели, не отложили здесь свои яйца, и потом не пошли никакие гусеницы, даже если товар, буквально мы выберем её в течение двух-трёх раз, в течение двух-трёх дней, но всё равно я держу это под плёнкой. Качество, качество превыше всего. Снимаю утром рано, чтобы, или самое лучшее, конечно, снять вечером, ну вот у меня вчера не получилось, и поэтому утром рано, чтобы немножко растение адаптировалось пока ещё утренняя прохлада. Если, например, я захочу собирать эту руколу в 12 часов дня, ну вот бывает такое, ну днём ярким, таким днём солнечным, то, конечно, я бы открывала только часть, часть грядки, выбираю руколу, и следом дальше иду, и следом прикрываю эту плёночкой, чтобы это растение не было на солнце, на таком палящем, если ещё ветер, но если хороший, туманный такой денёк, пасмурный, вернее, или дождливый, конечно, там уже такие предосторожности не нужны. Ну и вот так, короче, я хотела вам донести мысль такую, что нужно снять плёнку или вечером, или рано утром, ну может быть рано утром даже ещё и желательнее, потому что, чтобы меньше этих вредителей на нас налетело. всё-всё для сохранения товара, товарного вида. Вот такая моя красавица наросла. Ну и всё, мы будем собирать. Когда соберём руколу, сколько нам нужно, мы сразу закроем агроволокном снова. Вот так у меня уже здесь выбрано, если можно видеть. Видите, такие уже остаются кустики, которые были немножко поменьше, и они дорастают, а остальное стоит, остальное выбрали. И вот сегодня здесь уже начнём эту грядочку выбирать. Можно, конечно, уже сплошную выборку сделать, но у меня есть, что выбрать ещё здесь. Потому что, конечно, естественно, что нужно сразу выбрать, которая побольше, и плёнке будет полегче держаться, не будет прижимать это растение. Ну, в общем-то, подходить нужно по-хозяйски. Ну, а здесь у меня кабачки. И тоже я стараюсь примерно до 9 часов утра, обязательно, как бы я ни была занята, но до 9 часов утра обязательно их открыть. Ну, конечно, если при хорошей погоде. Сейчас я закрываю просто вот так, даже не накрываю, не прикапываю на ночь. Просто попозже вечером, когда уже нет ветра, немножечко накрываю плёнкой. Но всё-таки там микроклимат будет уже немножко другой. Всё для комфорта, всё для комфорта наших растений, чтобы быстрее росло. И сейчас, вот, например, к 8 часам утра я уже открою. Сегодня будут первые сборы. Вот сейчас могу показать, какое состояние у моих кабачков. Видите, сколько зависти. Зависть неплохая, но сам кустик маленький. Вот чувствуется сразу, что ему нужен азот. Сначала было холодно, потом было очень жарко. И иногда не откроешь вовремя плёнку. Бывает с утра так пасмурно, как-то прохладно, ветер, а потом днём жара. И я только подставляла там ящички под эту плёнку. Ну, короче, некоторые листы вот так немножечко подгорели. Но это ничего такого страшного. Это бывает. Это бывает каждый год. И что я хочу сказать, что вот такие кусты, которые небольшие ещё, а уже такая зависть, то, например, я всегда стараюсь их удобрить азотом. И вот сегодня я сделала это всё аммиачной селитрой. Посыпала. Сначала хорошо-хорошо пролила. И потом посыпала так, ну, где-то в районе корня. Например, ну, может быть, меньше столовой ложки, конечно, удобрения. И потом пролила чуть-чуть, чтобы это удобрение не размылось. Потому что некоторый раз я попрошу кого-то это сделать. И они поливают и поливают. И всё удобрение куда-то размывает. И ещё я завтра уже, например, вот на такой состоянии кабачков, если кто-то выращивает и, ну, думает, как их лучше вырастить. Например, вот такое состояние азотом обязательно нужно. И ещё, конечно, я завтра пройду уже через опрыскиватель и полью таким полным комплексным удобрением. Потому что, если не хватает калия, то вот так будет. Вот, видите, всё. Это уже зависть, всё уже погибнет. Но если много-много калия дать лишнего, тогда, знаете, вот бывает цветочек, вот видите, вот здесь цветочек, и должен он уже закрыться, закруглиться. Как говорится, цветочек отваливается, и полноценный плод. Но если много калия, цветок так и остаётся. В общем-то, сразу видно, если кто-то понимает, сразу видно, что много калия. И, конечно, очень нужен кальций, потому что кальций нет ни в одном комплексном удобрении. Он идёт только отдельно. Ну, короче, вот на таком периоде кабачок требует подкормки. Вот покажу ещё, сколько много завязи. И если сейчас не принять никаких-то мер, вот они быстренько и испортятся. Вот, например, этот кабачок уже всё. Цветочек отпадает, а там чувствуется, что уже желтеет кончик. И, короче, это неполноценный будет плод. Нужно было, конечно, это всё сделать пораньше, но я повторяю, что погода адская. И ещё хочу вам рассказать, что я не показываю поле, потому что там всё-всё под плёнками. И когда мы сняли плёнки, знаете, мне просто охватил какой-то ужас. Там всё заросло травой. Иногда, когда вот сеем селкой, мы делаем какие-то химические такие прополки, как сказать. Например, опрыскиваем там стомпом или ещё каким-то ядом, чтобы не росла трава. Но это только на посевах. А поскольку я выращиваю через рассаду, там уже ни о каких этих гербицидах не идёт речи. И поэтому нужно всё это вовремя выполоть. Но такие ветра, такие холода, всё. Когда открыли плёнку, я думаю, ну всё, погибло моё поле. Знаете, вечером пришло мне видео. Я вам подставлю его. Это самое лучшее видео в моей жизни за последнее время. Короче, ну вы увидите, что поле обработано, всё тракторной обработкой. Конечно, это сделали не чужие люди, это близкие мне люди. Но я не буду рассказывать это всё, потому что, когда я начала вести канал, я сама себе сказала, я не буду рассказывать ни о родственниках, ни о друзьях, ни о близких. Я буду рассказывать только о себе и о своих растениях. Вот что я и делаю. Но, короче, мне очень хорошо помогли с этим полем. И ещё, ещё и про пололи помогли. Короче, я очень рада и очень благодарна. А вам я покажу обязательно это видео. Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас я вам покажу работу, которую мне предстоит сделать. Подвязать помидоры. Они уже довольно большие, высокие. У меня не было ещё проволок, потому что... Проволоки были у меня натянуты, потому что теплица новая. Но пока дождалась. Кто-то соизволил мне помочь. А помидорки уже растут. И даже есть маленькие-маленькие помидорки, уже плоды. Вот так. Но я думаю, что я справлюсь с этим хорошо, потому что госта я не сажала. Здесь не столько их много. И всё будет хорошо. Работу эту я люблю. Помидоры и цветы. Это уже всё. Можно работать хоть сколько. И сорта любые нравятся какие-то. И деньги никакие не жалко на это. И никакого труда, короче. Ну, я думаю, вы меня поймёте, кто любит томаты и цветы. И ещё в конце немножко поставлю вам красивых кадров, которые я сняла по дороге где-то. Май месяц очень трудный, конечно, для садоводов, для огородников. Для меня, например, очень трудный. И по погоде всегда ветер какой-то. Ну, в общем-то, трудный месяц. Но самый красивый. Это уже тоже у него не отнять. Всё цветёт. Яблони и груши, сирени и каштаны. Ну, в общем-то, что-то у меня снято. Кое-какие кадры я вам поставлю. Ну, а потом когда-нибудь всё соберу. Это всё воедино. Потому что видео у меня давно не выходили. Некогда мне. Но я сама соскучилась уже. И чтобы вы меня не теряли. Всё это всё выставлю сегодня быстренько. Это получилось сумбурно. Все мои работы, которые я сейчас делаю, собираем на товар, торгуем и работаем. На поле я мало снимаю. Не то чтобы мало. Вообще не снимаю видео. Потому что, знаете, мы приезжаем вдвоём. Поле большое. Даже страшно посмотреть. Это не то, что маленький огородик. Но я не могу, когда одна женщина будет работать, а я буду ходить ещё фильмы снимать. Ну, короче, вот так получается. Я вам видео уже показала. Что у меня там творится на огороде. И когда всё подрастёт, тогда покажу уже сборы. В этом году интересно, что погода холодная. Ничего не растёт. И все спрашивают, где товар, где товар, где твой товар. Я говорю, если ни у кого нет, откуда он у меня будет? Тоже ни у кого нет. Ничего такого. Люди бегают, ищут. Ну, вот что можем, то везём. Но, знаете, оптовая продажа – это хорошее. Если есть хоть какой-то товар в ассортименте. Вот, например, у меня рукола. Я могу его... Какая мне разница, или я наберу по 100 бунтов каждой продукции. Или просто 300 одной руколы. По деньгам выходит то же самое. В общем-то. В общем, я люблю оптовую продажу, оптовую торговлю. Вот такая руколка ещё вам покажу, которая выросла в теплице. Она долго не даёт такой резанный лист. Сначала вот такой какой-то сплошной идёт, а потом даёт вот такой резной листочек. Ну, вот тоже подрастает всё хорошо. И на этом я буду с вами прощаться. Пойду всё-таки подвязывать помидоры. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...